Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию является новаторской и не имеет аналогов в российской истории. Она была создана для того, чтобы поддержать граждан, покинувших Россию по различным причинам в разное время, помочь желающим вернуться на историческую родину. В то же время госпрограмма содействует социально-экономическому развитию регионов, так как обеспечивает дополнительный приток трудоспособного населения, молодежи, квалифицированных специалистов. Программа начала работать в 2006 году. Она предполагает оказание значимой поддержки соотечественникам, принявшим решение о переселении в нашу страну. С 31 декабря 2012 года вступила в силу новая редакция. С этого момента действие госпрограммы не ограничено каким-либо сроком. Сейчас она успешно реализуется на территории уже 80 субъектов Российской Федерации. Исключения составляют Крым, Москва и Московская область, Санкт-Петербург. Эти субъекты имеют право приступать к разработке региональных программ переселения при наличии потребностей их экономики. То, что госпрограмма востребована, показывают результаты. По состоянию на 1 сентября 2020 года для переселения на постоянное место жительства в Россию из-за рубежа, такой возможностью воспользовались порядка 960 тысяч соотечественников, тогда как в первые годы ее реализации в Россию прибывали около 9 тысяч человек в год. Начиная с 2014 года по условиям госпрограммы ежегодно переселяются в среднем уже более 100 тысяч соотечественников. Так, в 2018 году в Россию прибыло 107 700 человек, в 2019 108 500 человек, за 8 месяцев 2020 года 40 500 человек. Снижение показателей за 2020 год связано с закрытием границ между странами из-за распространения коронавирусной инфекции. Граждане, участвующие в программе, получают возможность приобретения гражданства в упрощенном порядке. Они освобождены от уплаты государственной пошлины за регистрацию по месту жительства, иностранных граждан и лиц без гражданства, праве осуществлять трудовую деятельность без получения разрешения на работу или патента. С первого дня пребывания в России для них установлена 13-процентная ставка налога на доходы физических лиц. Соотечественникам компенсируются расходы на переезд к будущему месту проживания, на уплату государственной пошлины за оформление документов консульского сбора, выплачиваются так называемые подъемные. Тем, кто переселяется на приоритетные территории, после приобретения гражданства предоставлено право на получение жилищной субсидии.